Время тушения пожара пострадала девушка 2001 года рождения. Сегодня она работает в мебельном цехе «Универсал». Информацию подтвердили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшие уже доставили научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Ее состояние врачи оценивают как средняя степень тяжести. Напомню, с утра в Нур-Султане горит здание супермаркета «Астыкжан» по адресу проспекта Аль-Фарабея, 28. Установлено, что огонь распространился на третьем этаже, где находится мебельный цех. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 9 часов 42 секунды. Сейчас пожар тушат почти 80 человек личного состава и 19 единиц техники. На месте, развернут штаб пожаротушения, арендаторы выносят из здания товары, которые можно унести вручную. Напомню, огнеборцы продолжают тушить пожар в супермаркете «Астыкжан». 42 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии. Такие данные приводит Минздрав страны по состоянию на 30 сентября. Сегодня лечение от инфекции продолжают получать почти 60 тысяч казахстанцев. Из них в состоянии крайней степени тяжести 229 пациентов, еще 147 на аппарате ИВЛ. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали свыше 2000 заболеваний COVID-19. Больше всего положительных ПЦР-тестов в Алматы, Алматинской области и Нур-Султане. 485, 225 и 252 случая соответственно. Между тем, Североказахстанская область перешла в красную зону. Сейчас там находятся Нур-Султан, Алматы и Павлодарская область. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, все остальные области находятся в желтой и зеленой зонах. Актуальную информацию вы сейчас видите на своих экранах. К другим темам учитель из Актобе представит нашу страну на Global Teacher Prize 2022. В этом году он вошел в десятку финалистов национальной премии «Учитель Казахстана». И теперь преподаватель физики вместе с коллегами поборется за звание лучшего на международном конкурсе. О том, каким должен быть современный учитель, Амират Оспанов, рассказал нашим корреспондентам. Еще в школьные годы Мират Оспанов помогал одноклассникам разобраться в новых сложных темах. Это и повлияло на выбор профессии. Сейчас знаниями он делится со своими учениками, считает, что учитель должен быть постоянно в поиске и использовать в обучении самые современные технологии. Поэтому старается повышать свои навыки, участвуя в различных проектах и конкурсах. Нужно любить обязательно свою профессию. Каждый день мы приходим на работу, и мы стараемся изменить наш мир, нашу страну к лучшему. Меняя детей, мы меняем наш мир. И, соответственно, я считаю, что мы должны начать с самого себя и постоянно развиваться, постоянно приходить на урок с улыбкой, с радостным настроением. И только тогда можно стать лучшими учителями. Мират Оспанов 6 лет работает в Назарбаев интеллектуальной школе. За это время под его руководством школьники разработали несколько десятков научных проектов. Три изобретения старшеклассников получили авторские свидетельства. Его ученики не раз становились призерами республиканских и международных олимпиад. У нас уроки начинаются в 9.50, но я сам прихожу к 9, чтобы занять себе первую парту. Потому что он объясняет действительно очень интересно. И я действительно хочу ни на что не отвлекаться, ни на посторонний шум. Я хочу ее полностью слышать, хочу полностью видеть все, что он показывает, все, что он объясняет. Мират Оспанов – это тот учитель, который меня действительно вовлек в физику и вызвал у меня огромный интерес к этому предмету. В прошлом году во время пандемии Мират Оспанов вместе с коллегами разработал проект по поддержке молодых специалистов. На конференциях педагоги делятся опытом со студентами старших курсов и начинающими учителями. Обсуждают методики. Впрочем, даже более опытные коллеги говорят, что у него есть чему поучиться. Мы, коллеги, стараемся, когда проводим интегрированные уроки, перенимать какие-то такие интересные вещи, которые есть у коллег на уроке. И в том числе вот как раз Мират Курганбекович. Хочу сказать, что у него великолепные знания не только своего предмета, а также великолепные знания математического аппарата, который позволяет его учащимся завоевывать высокие результаты. Мират Оспанов получил звание лучший педагог 2020, стал призером конкурса «Лучший учитель года» среди Назарбаев интеллектуальных школ, прошел стажировку за рубежом. Но коллеги уверены, что это лишь часть его творческих достижений. Сейчас он продолжает обучение в магистратуре и готовится побороться за глобальную премию «Учитель мира 2022». Наталья Салькова, Булат Молдогалиев, Октубе, Хабар-24. Альтернативный источник энергии появился в Назарбаев интеллектуальной школе города Атырау. Там ввели в строй собственную солнечную фотоэлектростанцию. Проект под названием «Солнечную энергию школам» реализован в партнерстве с иностранной компанией. Он поможет не только сократить выбросы парниковых газов и уменьшить вредные испарения в воздух, но и повысит интерес школьников к изучению точных наук. А еще поможет подросткам на конкретном примере понять, что такое экологическая культура. Сегодня подобные станции уже установлены в четырех городах страны. Вскоре проект планируется реализовать в Туркестане. Отмечу, появление солнечных станций в школах стало возможным благодаря юбилейному марафону, посвященному 30-летию независимости Казахстана. Здесь самое главное, самое важное, что дети, которые еще учатся, которые завтра будут выбирать профессию, завтра будут где-то работать, они уже понимают, что насколько важно, прежде всего, для земного шара, это экологический вопрос. Именно с этой позиции я считаю, что то, что он установлен не в каких-то там предприятиях или других местах, а именно в школе, это имеет очень такую неоценимую ценность. В Грузии до выборов остается совсем немного в органы местного самоуправления, и день перед ними выдался нелегким. С утра бывший президент страны и лидер партии Едино-национальное движение Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении. В своем обращении он призвал народ колоннами двинуться в столицу. Что происходило в Грузии в пятницу перед выборами, выясняла Юлия Тужилкина. Доброе утро, Грузия. Спустя 8 лет я в Грузии. Так заявил 1 октября в соцсетях экс-президент страны Михаил Саакашвили. А чуть позже разместил видео с Батунского бульвара, тем самым дав старт настоящему квесту по-грузински. Соратники Саакашвили подтвердили информацию о его прибытии. Но правительство страны, ожидавшее его приезда 2 октября, сообщило, что Саакашвили границу не пересекал и что он находится в Украине. И в течение всего дня верхушка правящей партии отрицала его приезд. Как вдруг вечером совершенно неожиданно появилась новость о задержании беглого президента. Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержанный переведён в спецприёмник. Власти располагали информацию о его перемещении из Украины в Грузию заранее. Все государственные органы были на чеку. И было выбрано подходящее место и время для его задержания, чтобы создать минимальное неудобство. Саакашвили лишён грузинского гражданства и объявлен внутригосударственный розыск. Он проходит главным фигурантом сразу по нескольким уголовным делам. Ещё в 2018-м его заочно признали виновным в злоупотреблении властью. Два приговора ему уже вынесены. В судопроизводстве находятся ещё четыре дела. Сейчас ему грозит до шести лет тюрьмы. А за несколько минут до ареста Саакашвили обратился к своим сторонникам с призывом бороться до последнего. «Велика вероятность, что меня сейчас задержат в Белиси. Но я должен сказать, чтобы вы ничего не боялись. Придите завтра на выборы, проголосуйте и третьего всё вместе отпразднуем победу. Я приехал для того, чтобы помочь вам. Другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь. И вы не бойтесь». К вечеру стало известно, что Саакашвили уже четыре дня находится в Грузии. К основному сроку, по всей видимости, ему добавят ещё пять лет за незаконное пересечение границы. Единственная надежда у оппозиции на освобождение их лидера – помилование президента с треском провалилось. Ранее президент Грузии Саламе Зурабишвили заявила, что этого не сделает никогда. По её мнению, Саакашвили прибыл в страну, чтобы сеять дестабилизацию, несмотря на советы международных партнёров. Но, как бы то ни было, оппозиция уже анонсирует масштабные митинги после выборов по всей стране. Аселябда Кылыкова Юлия Тужилкина, Шалва Сураме Лашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Греция не допустит возникновения неконтролируемого потока беженцев из Афганистана и повторения миграционного кризиса 2015 года. Об этом накануне снова заявил премьер-министр страны Кириакас Мицатакис. Глава правительства посетила новый лагерь для мигрантов на острове Самос. По словам греческих властей, комплекс может принять до 3000 мигрантов и будет работать по строгим правилам. Вход разрешен только с 8 утра и до 8 вечера. На КПП будут проверять удостоверение личности и сканировать отпечатки пальцев. Аналогичные объекты построят еще на нескольких островах в Эгейском море. Они должны прийти на смену переполненным лагерям, которые сгорели или были разрушены в прошлом году. Американские пожарные продолжают спасение гигантских секвой в одноименном национальном парке в Калифорнии. Основание деревьев покрывают огнеупорной алюминиевой пленкой. Защитным одеялом обернули и самое большое дерево в мире – 80-метровую секвой генерала Шермана. Всего от огня пытаются уберечь порядка 2000 многовековых гигантов. Отмечу, в этом году в штате произошло почти 8 тысяч лесных пожаров, опустившивших около 1000 гектаров земли. Примерно две недели назад огонь вплотную приблизился к дереву генерала Шермана. Однако благодаря контролируемому выжиганию сухой растительности удалось защитить ствол от пламени. Продолжаем выпуск. Екатерининский пятак пополнил коллекцию Карагандинского областного краеведческого музея. Медную монету нашли рыбаки, копавшие червей. Сегодня они передали ее в музей. Пять копеек от Чеканины в период царствования Екатерины Великая. А вот на каком из четырех существовавших тогда в Российской империи монетных дворов определить неупросто. Там буквенный знак завода «Стюарт». Состояние артефакта эксперты оценивают как низкое. Очистить его от вековых наслоений и патины им не представляется возможным. Стоимость таких монет у нумизматов в районе полутора-двух тысяч тенге. Но пока это самая старая средневековая монета в запасниках регионального музея. Там глина была, еще там немножко камни выходили. Под него выходили, там червей искали же. И этот вышел. Такой круглый, там толстый, у него там глина. Я его выскапливал и смотрю, вещь какую-то. Чистил, что-то не получалось. Но заметно было, что на монете. Самую титулованную теннисистку Казахстана торжественно поздравили с окончанием игровой карьеры. Ярослава Шведова объявила об уходе три недели назад. За свою карьеру она выиграла два турнира «Большого шлема». В парном разряде победила на 14 турнирах WTA. И занимала третье место мирового рейтинга в парном разряде. Во время церемонии спортсменка поблагодарила Федерацию тенниса Казахстана, своих многолетних соперниц, семью и всех поклонников. Она также заявила, что не намерена прощаться с любимым видом спорта и будет работать на благо развития тенниса в Казахстане. И в завершении выпуска о погоде. Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана. Будет туманно на северо-западе, севере, в центре и востоке. Страны-синоптики прогнозируют гололед, а в северных регионах – низовую метель. Лишь на западе и юго-западе республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»